Игра The Sims существует уже практически 20 лет, и за это время мы с вами изучили её вдоль и поперёк. Но настолько ли хорошо мы с вами знаем нашу любимую игру? Давайте проверим. Суть этой игры заключается в том, что я буду задавать вам вопросы, а вам нужно будет дать на них правильный ответ. За каждый правильный ответ вам будут начисляться баллы. И в конце игры вы сможете узнать при помощи этих баллов, насколько хорошо вы знаете игру The Sims. Вопросы разделены на три уровня сложности. Первый уровень – лёгкие вопросы. За каждый правильный ответ вы будете получать один балл. Второй уровень – вопросы средней сложности. За каждый правильный ответ вы будете получать один балл. И третий уровень – это уровень самых сложных вопросов. За каждый правильный ответ вы получаете два балла. Ну что, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете игру The Sims. Назовите правильную дату релиза Sims 4 на операционную систему macOS. 17 января 2015 года, 17 февраля 2015 года, 17 марта 2016 года или 17 сентября 2014 года. В 2014 году на выставке E3 Electronic Arts подтвердила, что во всём мире игра поступит в продажу 2 сентября, а в России 4 сентября. Спустя 5 месяцев после официального релиза игры The Sims 4, она вышла на macOS, а именно 17 февраля 2015 года. Сколько на данный момент миров для отдыха в игре Sims 4? 3, 5, 2 или 1? Меры для отдыха впервые появились ещё в The Sims 1. Это те меры, где ваш персонаж не может жить на постоянной основе, а уезжать только на время отпуска. На данный момент в игре The Sims 4 два мира для отдыха, а именно Granite Falls и Сильвадорадо. Сколько районов в городе Сан-Мишуна в четвёртой части игры The Sims? 3, 5, 4 или 6? И правильный ответ в Сан-Мишуна 4 района, а именно деловой центр, модный район, рынок специй, творческий район. Также в Сан-Мишуне имеется участок, который находится за городом и называется он Мишуна Мидоуз. Этот участок не относится ни к одному из районов и является отдельным участком. На этом участке располагается парк Мишуна Мидоуз. В какой части The Sims впервые появились вампиры? Sims 2 Ночная Жизнь, Sims 3 Университет, Sims 1 и Sims 3 Сверхъестественная. И правильный ответ The Sims 2 Ночная Жизнь. Вампиры один из самых любимых видов нежития в The Sims 2 среди игроков. Не мудрено, ведь они необыкновенно таинственны и привлекательны. Так как вампиры ночные существа, то разработчики решили добавить их в игру вместе с дополнением Ночная Жизнь. В какой части игры The Sims впервые появилась такая стадия роста, как Тоддлер? Sims 1 Living Lage, Sims 2 Базовая Игра, Sims 2 Увлечение, Sims 3 Все Возрасты. Тоддлер Тоддлер. Второй этап жизни персонажей в The Sims 2, в The Sims 3 и в The Sims 4. Она соответствует периоду человеческого развития в промежутке от 1 до 6 лет. Впервые эта стадия появилась в базовой версии игры The Sims 2. В какой части игры появились профессии? The Sims 2 Бизнес, The Sims 3 Шоу Бизнес, The Sims 3 Карьера и Sims Free Play. Профессия Профессия. Один из аспектов карьеры, в которой игроку придется направлять персонажа делать свою работу, а не отправлять их только в кроличью нору. Эта функция впервые появилась в The Sims 3 Карьера и является основной темой дополнения. Некоторые последующие дополнения также обеспечивают игру уникальными профессиями. Также профессии появились и в The Sims 4 в дополнении на работу. Сколько ответвлений на данный момент имеется у игры The Sims? Оригинальные версии 1, 2, 3, 4 и их дополнения, игровые наборы, каталоги и их консольные и мобильные версии не считаются. 10, 45, 14 или 8. На момент августа 2019 года у игры The Sims 14 ответвлений. Ответвлениями от базовых игр The Sims являются The Sims Online The Sims Bowling, которая выходила на мобильное устройство The Sims DJ, которая также выходила на мобильное устройство The Sims Pool, которая также выходила на мобильное устройство My Sims The Sims Social, которая выходила эксклюзивно для социальной сети Facebook The Sims Freeplay The Sims Mobile Житейские истории Истории о питомцах Истории Робинзонов The Sims Medieval Bostin' Out И The Urbs Последние две игры, а именно The Sims Bostin' Out И The Urbs Sims in the City Выходили эксклюзивно для таких платформ, как Sony Playstation 2 Xbox И Nintendo DS Какой стране впервые за все время была выпущена почтовая марка, посвященная игре The Sims? Испания Франция Германия Или Россия? В 2005 году французское почтовое ведомство La Poste удостоило линейку игры The Sims официальной почтовой маркой, выпущенной ограниченным тиражом в 3 миллиона единиц Для Sims, одна из 10 марок серии герои видеоигр, показывающей самые любимые образы игровой индустрии Набор продавался в розницу за 2,5 евро Какой ник имеет в твиттере этот Симгуру? Симгуру Грант Симгуру Кейт Симгуру Грэм Или Симгуру Ниндзя И правильный ответ Симгуру Ниндзя Симгуру это разработчики игры The Sims, которые в твиттере подписывают себя как гуру игры The Sims Симгуру Ниндзя, или настоящее имя Дэйв Мьотки, работает уже продюсером в компании Максис более 13 лет И является бессменным продюсером таких игр как The Sims 2, The Sims 3 и The Sims 4 Ну что, а теперь пришло время подвести итоги нашей интерактивной игры Если ты набрал от 1 до 3 баллов, то ты начинающий игрок И тебе не стоит зацикливаться только на 4 части игры А стоит поиграть в 3 предыдущие И не бойся, Sims 1 не настолько ужасен, как ты о нём думаешь Поиграй, там много чего интересного, даже того, чего нет в игре Sims 4 Если ты набрал от 4 до 6 баллов, то ты играешь в The Sims Но не так часто, как хотелось бы И у тебя есть личная жизнь, что очень хорошо Но тебе всё-таки стоит подтянуть знания об игре The Sims Так как твоих знаний, которые есть сейчас, не хватает для прохождения теста на 100 баллов Если ты набрал от 7 до 11 баллов, то ты про-игрок И твоя жизнь это сплошной The Sims Ты просыпаешься и думаешь, какого бы питомца завести твоим персонажем И на какую бы высокооплачиваемую работу их устроить Ну а сколько им нужно детей, что они будут есть на завтрак Всё это ты продумываешь с самого утра, не вылазя из постели Но дам тебе свой личный совет Не стоит забывать о реальной жизни За пределами монитора она есть, да-да Ну а вы тем временем пишите в комментариях, сколько баллов вы набрали И какой статус вы получили Ну а с вами был Сергей, это канал Хабагивили Если вам понравилась такая классная интерактивная игра, то поставьте палец вверх Также подпишитесь на канал И не забудьте репостнуть это видео в различные социальные сети А также вступайте в нашу группу ВКонтакте Дабы не пропускать все самые свежие и интересные новости из мира The Sims Ну а с вами был Сергей, это канал Хабагивили Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok